Людмила Бобылева начала свой творческий путь на заводе в 1968 году. Более 40 лет творческой деятельности она посвятила искусству северной черни, и во многом, благодаря ее таланту и старанию, чернение по серебру приобрело свой современный, но по-прежнему неподражаемый облик. Заслуги Людмилы Мефодиевны для предприятия Великоучевского района в целом сложно переоценить. Чтобы поздравить юбиляра в демонстрационном зале, собрались друзья, родственники и коллеги по художественному ремеслу. Высоко ценят вклад в развитие ремесла и люди, с которыми художник создавал свои шедевры десятилетиями. Я очень рад, что Людмила Мефодиевна вошла в эру в следующее десятилетие как зрелость. Это будет следующее десятилетие зрелости. Поэтому я надеюсь, что шедевр еще улучшится. За свою творческую жизнь Людмила Боболева стала автором более тысячи изделий. От столовых приборов и украшений до настоящих шедевров ювелирного ремесла, существующих в единственном экземпляре. За свою долгую карьеру художник получила десятки наград. И в завершении праздничного вечера для всех устюжан и гостей города состоялось открытие авторской выставки Людмилы Мефодиевны «Традиции и современность». По признанию автора, секрет успеха ее творчества состоит в преданности искусству и любви к своему делу. Это все надо любить. Любить свою работу. Чтобы прийти на работу с любовью и уйти домой. С любовью. Это говорила так Трукина Лизет Федоровна. Замечательный художник. Заслуженный художник. Которая очень много дала предприятию. Насладиться уникальными работами заслуженного художника Российской Федерации Людмилы Боболевой и прикоснуться к уникальному народному промыслу с сегодняшнего дня может любой желающий. Экспозиция будет открыта для устюжан и гостей города до 1 сентября. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков. Телеканал «Русский Север». Продолжение следует.